Здравствуйте, с вами Андрей Юндин, это Информбюро, программа Чистых Новостей. И вот под какими грифами сегодняшний день войдет в историю. Гриф против. В Ставрополе прошел митинг. Чем он закончился, знает Анастасия Самойлова. Гриф перестановки. Глава администрации Ставрополя объявил сразу о пяти кадровых решениях. О том, кто не усидел, а кто поднялся, подробнее прямо сейчас. Гриф гражданин. В День Конституции молодым ставропольцам вручали их первые паспорта. О том, как Алена и ее сверстники получили самый важный в жизни документ, узнаете из сюжета. Гриф экономия. Ставропольский край – один из лучших в стране по эффективности расходования бюджетных средств. Какую награду заслужил наш регион, расскажу в экономическом блоке новостей. Гриф приморозиво. Как холодно будет завтра, расскажем в конце программы. Грибы и удобрения стали причиной заказного убийства. В Ставрополе 65-летняя женщина решила убрать своего партнера, гендиректора фирмы, которая занималась производством грибов и продажей компоста. Злоумышленница нашла мужчину, который согласился пойти на мокруху и пообещала ему полмиллиона рублей. Убийце женщина рассказала всю подноготную жертву, где живет, где работает, как передвигается по городу. Однако она не знала только одного – киллер на самом деле был сотрудником правоохранительных органов и действовал в рамках оперативного эксперимента. При передаче денежных средств обвиняемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Гриф гражданин. Сегодня день Конституции. По традиции в этот день вручают паспорта юным россиянам. Удостоверение личности и молодые ставропольцы получили из рук первых лиц края. Подробности у Алиси Мельховой. В день Конституции ребята со всего края приехали в Ставрополь и не просто на экскурсию, а прямиком в правительство получить самый главный в жизни документ. Скоро они поймут – без него никуда. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Буцыкина Елена Геннадьевна, город Ставрополь. Дома просто Алена, а сегодня Буцыкина Елена Геннадьевна паспорт получает впервые. Документ, говорит девочка, будет беречь, как зеницу ока. Этот праздничный день в памяти останется надолго. Сегодня я получила свой первый паспорт в правительстве края. Мне было очень приятно, я очень волновалась, конечно, перед выходом. Было неожиданно, когда назвали даже мою фамилию. Это событие для родителей Алены – настоящий праздник. Вечером его обязательно отметят тихо, по-домашнему. Своих эмоций мама девочки не скрывает. Гордость за дочь, говорит женщина, ее переполняет. Я очень рада, что мой ребенок сегодня получил паспорт и очень счастлива, что он присутствовал именно на таком торжественном вручении. Мы получили большое удовольствие от такого праздника. Паспорта ребятам вручили первые лица края, получили юные граждане и памятные сувениры. Наверное, будет правильно, если я от всей души пожелаю вам в этой жизни успехов и чтобы вы стали настоящими гражданами, за которых нам придется гордиться. Олеся Мелехова, Андрей Чернов, Информбюро. Гриф против митинга в Краевом центре. Накануне на Крепостную гору вышли около сотни людей, недовольные итогами недавних выборов. Там же побывала и наш корреспондент Анастасия Самойлова. Настя рассказывает, все было санкционировано? Нет, Андрей, назвать законом это небольшое скопление людей нельзя, ведь партия либерал-демократов, которая подавала заявку на митинг, вовремя от нее отказалась. В партии нам объяснили, они не испугались, а просто перенесли дату. Партия Лыберзад не включала. Во-первых, мы подавали заявку еще 23 ноября. Это наш традиционный митинг, посвященный Дню Конституции. После, естественно, бессовестной фальсификации на выборах, мы повестку митинга изменили. К сожалению, то, что в интернете было, то, что нам стало известно о готовящихся провокациях, вынудило нас митинг просто перенести на одну неделю. О переносе давно запланированного митинга все собравшиеся слышат впервые. Да и тема, которую официально заявляли в ЛДПР, совсем не касается прошедших выборов. Зато толпу это мало волновало. В назначенное время, в назначенном месте все пришли митинговать за якобы нечестные выборы. Главное отличие – борцов за правду, белая ленточка, у кого на груди, у кого на рукаве. Собравшихся, кстати, было в разы меньше, чем на подобных мероприятиях в других городах России. Да и мало кто мог объяснить, чего все требуют. Я не сторонник никакой партии. Я в первую очередь собираюсь для того, чтобы повзрослело наше гражданское общество. У нас отличный повод – фальсификация выборов. Вы сами видели, как фальсифицировать? Мне не надо это видеть. У меня друзья работают с наблюдателями. Мне достаточно их мнение. Я не был наблюдателем. Между тем, ЛДПРовцы заявку на митинг отозвали. А значит, толпа людей собралась незаконно. Все митингующие, в основном это молодые люди, вели себя в рамках приличия. Полицейские объяснили, что фривольное поведение на несанкционированном мероприятии будет караться. Какая статья? Я вас предупредил. Какая статья? Какая статья? Анастасия Самойлова, Юрий Корниенко, Информбюро. Гриф перестановки кадрового изменения в администрации Ставрополя. На еженедельной планерке Игорь Бестужев объявил собравшимся о целой череде решений и назначений. Подробности знает Алексей Форсиков. То, что о чем-то таком будет объявлено в первую очередь, стало ясно по составу и рассадке подчиненных Игоря Бестужева в президиуме. Сетименеджер пояснил, никакой политики и революции нет. И все же своих кресел лишились сразу четверо. Нас покинули два первых заместителя. Это Зайцев Андрей Владимирович, Летин Максим Викторович. Распоряжением моим освобождены от занимаемой должности в пятницу заместитель главы администрации, руководитель комитета градостроительства Еличев Владимир Александрович и Шепелин Юрий Александрович, который курировал силовой блок. Глава администрации поблагодарил бывших подчиненных и оценил их работу на удовлетворительно. О причинах отставок умолчал, сказав лишь, что шесть месяцев, за которые нужно было определиться, насколько хорошо работает команда, прошли. А все перестановки направлены на то, чтобы придать динамике развитию города и улучшению качества жизни ставропольцев. А отсюда новые назначения. Исполнение обязанности первого заместителя возлагается с сегодняшнего дня на Вальчука Александра Владимировича, который не освобожден сегодня от работы, связанной с руководством комитета городского хозяйства, потому что вы понимаете, что есть процедурные вопросы, связанные с согласованием с нашей городской бумой. До этого времени он исполняет обязанности первого заместителя и в то же время является руководителем комитета городского хозяйства. Кроме родного комитета, Александр Вальчук будет курировать комитет градостроительства и жилищное управление. Еще один зам Андрей Джадоев стал куратором районных администраций, комитетов имущественных отношений, муниципального заказа и экономического развития. Ему же достался и силовой блок. Пока остается вакантной еще одна должность первого зама главы администрации. О том, где продолжат работу освобожденные от должностей чиновники, ничего не известно. Алексей Форсиков, Юрий Корниенко, Информбюро. Гриф доигрались. На Кавминводах правоохранники ведут активную борьбу с подпольными казино. За прошедшую неделю полицейские закрыли 13 игровых клубов. Что грозит хозяевам незаконных игорных заведений, выясняли наши коллеги из курортного региона. В регионе КМВ продолжают выявлять незаконную игровую деятельность. За истекшую неделю нами была пресечена незаконная игровая деятельность 13 игровых залов, в ходе которых было изъято в регионе КМВ 8 игровых аппаратов и 115 системных блоков в виде компьютеров для осуществления игры через сеть интернет. Большая часть изъятого родом из Пятигорска и Синдуков. Так, в столице СК и ФО за последнее время было обнаружено 5 игровых клубов. Их владельцы для получения прибыли использовали самые обычные компьютеры. В сутки только с одного системного блока они получали в среднем от 10 до 15 тысяч рублей. Все бизнесмены – новички. Работали не больше месяца. В настоящее время по данным материалам проводятся проверки в рамках собранных административных материалов. Изъятые в системные блоки находятся на хранении у сотрудников полиции. Ихняя судьба будет решена, как было сказано уже, по решению результата суда. Но то, что возвращены владельцам они не будут, это однозначно. Владельцам игровых аппаратов, равно как и тем, кто предоставлял помещения под игровые залы, грозит административная ответственность. Гриф «Экономия Ставропольский край» признан одним из лучших в стране по эффективности расходования бюджетных средств. Какую награду заслужил наш регион, знает наш бизнес-ведущий Михаил Пекшев. Здравствуйте! Ставропольский край вошел в число лучших регионов России по эффективности расходования бюджетных средств. Конкурс региональных программ проводился Минфином России нынешней осенью. В нем приняли участие почти 40 регионов. Лучшими признали программы 15 из них. Программа повышения эффективности бюджетных расходов Ставрополя была разработана в прошлом году. Она направлена на оптимизацию расходов и увеличение доходов краевой казны. В частности, за счет реорганизации сети бюджетных учреждений, а также за счет увеличения валового регионального продукта. Ее реализация уже позволила повысить эффективность расходования краевого бюджета. Например, 300 миллионов рублей удалось сэкономить только в этом году при обслуживании госдолга. В качестве поощрения регионный победитель получит из федерального бюджета 1 миллиард рублей. Нашему краю будет направлено почти 62 миллиона. Средства пойдут на дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. В частности, на предоставление госуслуг в электронном виде и оказание поддержки муниципалитетам, реализующим программы повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне. Идем далее. В будущем году рост тарифов на услуги естественных монополий не должен превысить уровень инфляции, то есть 6%. Такое решение накануне утвердило правительство России. Причем расти тарифы будут не с начала года, а с 1 июля. Исключением станут цены на газ, он подорожает на 15%, и тарифы на услуги РЖД, которые начнут дорожать с начала года, но также не превысят уровень инфляции. По замыслу чиновников это позволит избежать традиционного скачка розничных цен в январе. Его подстегивают именно дорожающие тарифы. Среди других причин такого решения – возможность с помощью тарифных каникул определить реальное положение дел в секторе госмонополий. И, наконец, третья причина – забота о потребителях. Перенос расплаты на 1 июля означает для них, по мнению чиновников, более мягкий переход на повышенный тариф. К тому же в российских климатических условиях потребление тепла и электроэнергии летом, когда платить за них нужно объективно меньше, снижается. К другим новостям. Ставропольский филиал Банка ВТБ в текущем году увеличил объем гарантийных операций. С начала года было выдано 16 банковских гарантий на сумму 215 млн. рублей, в их числе гарантии исполнения обязательств и гарантии возврата аванса. По словам управляющего Ставропольским филиалом ВТБ Татьяны Погорелова, это говорит о росте темпов развития краевых компаний и результативности работы банка в этой сфере. И в заключении курса валют. Доллар банки сегодня покупали за 31,25, а продавали за 31,87 рубля евро. Курс покупки 41,75, продажи 42,45. Курс валют, установленный Центробанком на завтра, доллар 31,41 рубля, евро 41,90. На сегодня это все бизнес-новости. Я прощаюсь с вами и желаю удачи в делах. И время поговорить о погоде. Слово нашим уникальным метео-близняшкам Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края минус 3. Затров Ставрополь на мыске переменная область 6. Днем плюс 3, вечером около 0. В городах Кавказских фиральных вод облачность с прояснениями. Днем 2 тепла, вечером минус 1,3. Ветер восточный 4 метра в секунду. Адмосферное давление в норме. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Получить права просто. Автошкола номер 1 это центр подготовки водителей категории B. Опытные преподаватели и инструкторы. Индивидуальный подход. Удобные условия оплаты. Рассрочка. Организованные экзамены в ГИБДД на автомобилях автошколы. Автошкола номер 1 на Хитагурово 1. Безопасность и уверенность на дороге. 640-461. Все видео нашей программы лежит на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал STV Plus в 3 калории. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн. И обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. Обязательно звоните поможем. Телефон нашей Ставропольской редакции 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели Информбюро. Программа чистых новостей. С вами был Андрей Юндин. Всего хорошего. И не скачайте.